Товарищи, поздравляю всех с началом занятий в новом учебном году. И тема первого занятия у нас «Арфи животрепещущая». Начинаем мы раздел 6, если не изменяю память, граву 17, заработная прата. Вернее, раздел 6, заработная прата. А грава 17, она называется, грава 7. Превращение стоимости, соответственно, и цены, рабочей силы в заработную плату. Да, 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 вот повременная прата. Да, грава 6 называется просто заработная прата, а грава 17, превращение стоимости, соответственно, и цены, рабочей силы в заработную плату. Также в этом разделе еще есть две гравы, посвященные повременной и поштучной, как отражается, Маркса и современным языком, говоря, сдельное оплатит труда. Но, тем не менее, здесь вот в этом разделе, шестом, заработная плата, Маркс уже подробно и досконально рассматривает вот эти все моменты. А что такое заработная прата, и с чего она скрадывается, и как она выглядит, Маркс говорил уже задорога до этого, и, в общем-то, не один раз. Поэтому давайте сейчас попробуем вспомнить, что такое заработная прата. Может, мы до этого пораньше посмотрим, поскольку был большой перерыв. А еще раньше это что? Ну, вообще, что? На рынке сталкиваются два товара владельца, капиталисты рабочие. За ними сделка осуществляется. Это, где рабочий МДЛ ведет за своим капиталистом, чуя, что его ведут куда-то там. Да, и что происходит дальше? Рабочий продается в рабочую ксиву, единственный товар. Вообще, наверное, покупатель этой рабочей силы капиталист, и, поскольку он купил этот товар, он еще специфический товар, но все-таки товар, он имеет право пользоваться этим товаром, на время, правда, неважно. И смысл для капиталиста, какой покупатель этот товар, это ведь не особый товар, не такой товар, что почти в магазин купили, в основном, или колбасу. Особый товар, поскольку носительным его является человек сам. И смысл для капиталиста, какой покупатель этот товар, чтобы получить в ходе использования этого товара большую стоимость, и чем он внес производство. Прибалочную стоимость. Да, совершенно верно. И вот это удивительное, так сказать, свойство товара рабочей силы, с одной стороны, стоимость этого товара, как стоимость средств существования рабочего в его семье, а есть потребительная стоимость, как у любого товара, но она тоже специфическая. И потребительная стоимость товара рабочей силы заключается в том, в способности приносить стоимость большую, чем она сама стоит. И вот это и привлекает капиталистов, зачем они, так сказать, ради чего покупают рабочую силу. И в итоге получается прибавочная стоимость, которую на основе законов товарного производства присваивает, без возмезды присваивается капиталист. Почему она присваивает? Ну, поскольку он купил этот товар на время, его использовал в своих интересах. И результат труда принадлежит кому? К капиталисту. А в нем у него зал заключена прибавочная стоимость. Это первое. Второе, в соответствии с логикой развития их отношений производственных, Маркс рассматривает абсолютную прибавочную стоимость и относительную. То есть абсолютная прибавочная стоимость получается за счет абсолютного удлинения рабочего дня, неважно сколько. А относительная прибавочная стоимость получается за счет сокращения необходимой части. И рабочий день у нас, как известно, складается на две части. Да, и тут вот мне еще, кажется, нельзя не вспомнить в таком программе, как степень эксплуатации. Ну, отношение прибавочной стоимости, стоимости рабочей силы или прибавочного рабочего времени к необходимому рабочему времени, или прибавочного труда продукта к необходимому, выраженных процентах составляет. Норму прибавочной стоимости, которая является точным выражением степени эксплуатации рабочей силы. Ну, вот мы вроде как все пробежали, вспомнили. В том числе, стоимость рабочей силы нам понадобится. Это, да, это само собой. Можно переходить. Ну, сейчас давайте все-таки речь не переходить. Еще немножечко вот такую вещь. Вот, Виктор Иванович, вы совершенно правильно сказали, что есть абсолютная прибавочная стоимость относительная. И вот что мы видим с рабочим днем со временем Маркса? Рабочий день со временем Маркса все-таки несколько сократился. Маркс во всех своих примерах приводит на часовой рабочий день. И, кстати, в примерах он степень эксплуатации приводит 100%. То есть, и как правило, у него, вот скажем, три шиллинга рабочий получает заработную плату, три шиллинга он отрабатывает в течение шести часов, а шесть часов он трудится на капиталиста, соответственно, на 100%. Сейчас у нас некоторое сокращение произошло с тех пор рабочего дня до восьми часов. А со степенью эксплуатации что произошло? Она выросла. Она выросла. И вот товарищ Кучук, разбирая на прошлой конференции, на Марксу, до прибыли Новолипецкого металлического комбината, он там увидит, что не точно, скажем так, потому что точных данных нельзя найти, вполне неточная заработная плата, она, если посчитать степень эксплуатации, вот при весьма неточном выражении для заработной платы, то он получится свыше 400%. То есть рабочее время составило вот там около часа 30 минут. И то, здесь не учитывается тот факт, что тут берется фонд оплаты труда всего коллектива, скажем так, этого Новолипецкого комбината, вместе с директором, секретаршей, охраной и так далее. Но есть директор, секретарша, охрана и так далее, это люди, которым капиталист платит из прибавочной стоимости. А если взять только рабочих, то мы выходим на ту цифру, которую озвучил Ириктор Георгиевич Доргов, и она летает так в воздухе, это около 40 минут сейчас составляет необходимое время для, ну, среди интегральной, так как во времена марта, там, эти 6 часов, у тебя 40 минут, и, соответственно, если мы 8 часов 480 минут поделим на эти 40 минут, то мы, по-моему, 480 минус 40, 440 на 40 тысячи процентов. А, ну да, виноват. Значит, тысяча процентов. То есть, в 10 раз выросла степень эксплуатации совы имени Маркса. Но тут я не удержусь, немножко, так сказать, покажется. Но ведь скажут, что и средства производства настолько усаженны совы имени Маркса. Капиталист же, он деньги не все эти проедает, он на них покупает, на отдельная прибыль, вырученная от продажи продукции, капиталист же еще покупает и средства производства. Значит, вот этот вопрос, я не могу сказать, но мы там вберем, на разбегаем. Нет, это мы не вберем, забегаем. Нет, мы как к расширенного производства уже идем. Нет, 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 это здесь вопрос не в том, что расширенное производство. Это вопрос методики подсчета степени эксплуатации. Вот это вот я, почему этот вопрос начал застрять, потому что, судя по комментариям, очень многие его не понимают. А это вот, так сказать, здесь ключевое. Почему вот эти стенания капиталистов, что вот мы, а станки-то, как я покупаю, установщий ПО, он дорогой-то насколько. Конечно, так сказать, и благодаря высокой производительности, здесь рабочий работает много, но этот капитал, он пригруппировался в станки, и поэтому это все, ничего страшного. Что здесь можно так сказать? Я бы вот поправил бы немножко, вот, может быть, на каких-то предприятиях есть, где новое оборудование покупаются, например, донецкие шахты, вот, как в Советском Союзе была всякая технологическая цепочка погружена, то есть, ну, понятно, что ремонты комбайнов идут, но они эксплуатируют советское наследие. Нет, это не в этом дело абсолютно. Даже если... Ничего они не покупают. Не в этом дело абсолютно. Даже если бы они не эксплуатируют... Постоянного капитала там минимум. Ну, смотрите, постоянный капитал, который капиталист вкладывает в средства, ну, в производство, да, в машины, станки, при такой, при современном уровне производственных сил, они настолько много и настолько быстро выпускают единицы готовой продукции, что они переносят свою стоимость, так, копейки на единицу. Значит, это Александр Евгеньевич. А вот то, что здесь... Также интенсивно приклеивают сюда прибавочное рабочее время, которое капиталист присваивает. Значит, здесь, Александр Евгеньевич, это не совсем правильное рассуждение. Дело в том, что в методике оценки степени эксплуатации по наркоксу, и вот, кстати, доклад Кучука, на который мы садимся, там называется, там никаким образом вот эти затраты на средства производства, на все... Это и станки, это аренда и поддержание состояния помещений, там отопление и так далее, вентиляция, они здесь никакого отношения не имеют. Вот если мы посмотрим на формулу, на эту, С плюс В, а с другой стороны у нас С плюс В плюс Н. Вот мы... С-то у нас переносится то, что капиталист потратил на оборудование, он это перенес все, само собой, в стоимость произведенного продукта. Рабочий. Рабочий перенес. Да, это самое. И поэтому это и называется постоянным капиталом. Постоянный капитал, потому что он перенесся и все. А когда мы говорим о степени эксплуатации, мы здесь берем именно отношение переменного капитала к добавленной... Мы берем живой труд. Берем только живой труд, да. Берем, вернее, не только отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. И здесь станки эти, они просто не участвуют. И вот Кучук, если вот конкретно, как это посмотреть, как Кучук брал? Кучук в своих расчетах, он брал не прибыль, а он брал так называемую воровую прибыль, он это называет. Это за вычетом затрат на средства производства. То есть это амортизация оборудования, это материалы, это всякие там обслуживание помещений и так далее. Это все вычитается. Остается вот это, как Кучук назвал, хотя мне казалось, воровая прибыль, это чисто вот то, что продали и получили. Нет, это выручка. Выручка, то, что продали и получили, вот это воровая прибыль. Это выручка минус издержки производства. А воровая прибыль, то это что? Вот воровая прибыль, выручка минус издержки производства. А, это вот и есть вот это, то, что осталось. А в издержки производства входит в том числе и амортизация, Вросли затраты на оборотный капитал, то есть часть основных средств и на заработную плату. Вот, так что поэтому здесь это абсолютно ни при чем, вот стоимость средств производства при оценке степени эксплуатации просто нету в форме. Это понятно, что они просто переносят стоимость на продукт и все, как и солью. Да, ну все, тогда давайте. Так, ну что, все смотрят на салон родового товарища. Значит, ну хорошо, значит, в чем вот Маркс объясняет здесь у нас, что вот это вот превращение стоимости соответствует цены рабочей силы в заработную плату. Ну сложное такое название несколько, да? Что здесь Маркс обсуждает? Чему посвящена вот эта вот первая грава? Вернее, ну по счету семнадцатая, а в разделе шестом первая. Вот она, собственно, с чем здесь борется Маркс, с какими предрассудками? Вот у нас куда в кодексе написано, что такое заработная плата? Это вознаграждение за труд. Вознаграждение. Понимаете? Еще хватает награждения, как Попов говорит, поставать к ней. Там вас наградили, а вы еще, так сказать, вам еще маркетом ерцем. Не хочу оркнуть красной звезды, хочу героя. Вот. Это как вознаграждение на труд. Эта вещь, она идет с марксовых и даже до марксовых времен, когда так вот и говорили, что стоимость – это оплата труда. Заработная плата – это оплата труда рабочих. То есть, сколько поработали, вот столько вам и заплатили. За труд. Сколько труда вложили, столько и заплатили. Хотите и больше получать, работать и дольше, соответственно. В чем здесь косяк в таких рассуждениях? Стоимость, что такое? Стоимость – это же общественное, необходимое затраченное время на производство товара. То есть, упрощенный труд, воплощенный в товаре. Да. А вещественное труд. А вещественное труд. А вещественное труд еще говорят. Вот. Нашли. Вот большевики здесь теряются. Так вот, у нас есть разговор за заработную плату. И вот почему же она все-таки не может быть-то платой за труд? Почему вот это то, что написано даже в судовом кодексе у нас, что заработная плата – это вознаграждение на труд? Это абсолютно не научно и не соответствует истине. Почему? Как это? Потому что это скрывает сам факт присвоения неоплаченного труда. Ну, это скорее причина, почему нам здесь врут и почему вот так вот здесь задуманивают мозги. Хотя, конечно же, я думаю, людей, прочитавших «Капитар» достаточно. И это взрослое и умышленное то, что написано в трудовом кодексе. Там Викардо в свое время еще до Маркса еще мог там что-то сомневаться добросовестно. А сейчас-то уже, в общем-то, это все понятно. Умысленное. Да, то есть. А вот что, как вот объяснить-то? А вот вам вот говорить, за труд, да, говорят, вот сколько поработал, сколько получил. А что вы недовольны-то? Что мало вам пратят-то? Потому что пратят не за труд, а пратят оплачивают стоимость рабочей силы. А почему не за труд? Как здесь вот? Почему это вообще? Вот мы же все-таки уже достаточно много обсуждали этот вопрос. Почему это невыносимо, это второе дело, что оплачивается этот труд? Что такое стоимость? Вот только что говорили. Стоимость – это то, о чем договорились в предмине? Нет. Понятие, есть категория стоимости. Стоимость – это воплощенный в товаре труд, если короче. Поэтому такое, как я сказал, сочетание – цена труда, да, и стоимость труда. Вот говорят, цена труда, заработная плата. Цена – это что такое? Ренежное выражение, стоимость. А стоимость – это труд, воплощенный в товаре. Поэтому получается тавтология. Когда говорят, что заработная плата – это стоимость или цена труда, а стоимость – сама есть труд. Получается, масло масляное. Это логическое. То есть получается, что 12 часов труда, а не столько стоит? Не стоит 12 часов труда. Нет, нет, нет. Это потом уже. Это второе узкое доказательство. А первое – логическое доказательство. То есть смотрите, еще раз вернемся. Заработной плата на поверхности явления выступает как цена труда. Цена труда, да. А цена – это денежное выражение стоимости. То есть стоимость труда. А стоимость здесь по определению труд. Так получается, масло масляное – труд труда. Логическая ошибка. Это первое. Это первое. А вот дальше уже – это то, что вы сказали. Ну, вот и приказу. Ну, все-таки по стоимости. Вот Маркс пишет в первой границе «Товар». То общее, что ображается в именовом отношении или именовой стоимости товаров и есть их стоимость. Да, совершенно верно. То есть это вот и есть упрощенный в них труд. Да. Значит, что документы? Значит, мы возвращаемся к самому началу и видим, это неизбежно. Это будет, потому что в капитале все из элементарной гречки, из товара все выходит. Вот когда Маркс рассматривает товар, вспомните, да, товар с одной стороны есть вещь полезная, да, полезное дело – потребительная стоимость, а с другой стороны, товары обмениваются между собой в определенных пропорциях. Вот поверхность явлений. Мы беремся в бытия, непосредственно сказать поверхность явлений. И вот та количественная пропорция, в которой один товар обменивается, на другой, на третий, на четвертый, на десятый, называется «меновой стоимостью». То есть «меновая стоимость» – это поверхностная категория, которая сразу видна поверхностная, несущностная. Это просто, еще раз, количественная пропорция, в которой один товар обменивается на другой. Зададим вопрос, почему совершенно различные товары, любые, какие возьмите, книжка, телефон, пиджак, ручка, в определенных пропорциях, когда они обмениваются, между ними ставится знак равенства. Значит, что? В них есть что-то общее. И вот это общее есть – абстрактный, воплощенный в товаре труд. То есть стоимость. Вот Марс, видя с поверхности экономических явлений, отменовая стоимость, выявил, скрыл, раскрыл, что в присущности лежит, находится стоимость, воплощенный в товаре абстрактный труд. А уже в зависимости от того большее количество товара затрачено? Да. А это уже да. А как измеряется? Количество? Да. Величина стоимости. Чем измеряется? Конечно, количеством этого воплощенного или затраченного производства товара абстрактного труда. И если так рассуждать, то… Ну и в последний шаг вспоминаю. А какого труда? Вот я при производстве одного товара потратить столько так рабочего линия. Вы при производстве этого же товара – другое количество труда. Так чем ни ленили получится, тем больше стоимость нет. Стоимость определяется общественно необходимыми затратами труда, которые являются средними при средних условиях производства, при среднем уровне производительности труда. В целом, при которых нормально, так сказать, товар на производстве, производит большинство товаропроизводителей. Вопрос мой? Конечно. Конечно. А рыночную стоимость как тогда определить? А что такое рыночная стоимость? Ну, есть такое понятие. Медная, наверное. А вот когда мы от стоимости идем обратно к рынку, да? Вот стоимость по отношению к рынку, она же колеблется вверх и вниз. А что она колеблется? От изменения затрат? Отмены. Смотрите, как… Цена колеблется. Цена колеблется, да. В основе лежит стоимость, но цена, как денежное выражение стоимости, она, в принципе, обязана колебаться. Вот эта стоимость есть в центре колебания этих цен. Ну, а почему граничные-то? Зачем не слово граничные? Макс употребляет такое сочетание, да? Есть такое сочетание, да? Это отменовой стоимости идет к рыночной? Или это в целом… Нет, к отменовой стоимости, как самой первой, одной из первых категорий, идет к стоимости. А вот эта стоимость идет обратно к этой мене. Но это уже будет… А потребительная стоимость тогда как? Потребительная стоимость – это полезность веще. Это полезность веще. То есть, если рабочий отработал 12 часов, то стоимость его труда за эти 12 часов и есть. Если бы он получал за труд, то он тогда получил бы все шесть шиллингов, а не три. Как он получает за свое необходимое, так называемое, время. Но так не делают. И так было бы, если бы он сам на себя работал бы. Вот как мы в первой игре рассматривали, как там шьет шуртук, шуртук, шьет сапоги и так далее. Там вот сколько он отработал за это время, за свой труд, вопрощенный в шуртуке, в сапогах, в корсте. Там примеры самые разнообразные. За столько… Ну, не рабочий, конечно, а производитель. Он за столько и получит. Но здесь-то рабочий пришел наниматься. И здесь совсем другое. Ну и, в частности, здесь вот Маркс пишет, что господин Рикардо находчиво избегает затруднения, которое грозит разрушить его теорию, что стоимость зависит от количества затраченного на производство труда. Если применить этот принцип с полной строгостью, то из него следует, что стоимость труда зависит от количества труда, употребленного на его производство, что, очевидно, нелепо. Поэтому мовким оборотом мысли Рикардо ставит стоимость труда в зависимости от количества труда, необходимого для производства заработной платы. Или, говоря его собственными словами, утверждает, что стоимость труда определяется количеством труда, необходимого для производства заработной платы. Придем под этим последним, он разумеет количество труда, необходимое для производства денег или товаров, получаемых рабочим. То есть, вот получается, что вы отработали 12 часов, произвели товаров на 6 шиллингов, получили 3 шиллинга, а вот эти 3 шиллинга есть цена вашего труда. Значит, ну, во-первых, здесь Марк замечает, что это то же самое говорит, что, то же самое, что, как если цена любого товара, это цена, ой, стоимость любого товара, это стоимость того золота или серебра, тех денег, на которые этот товар обменивается. Это, в общем-то, совершенно некорректно. Ну, а потом, конечно же, видно, что здесь, собственно, в самом этом рассуждении, здесь есть изъян тот, что, ну, а с какой стати, а остальную трубку, да? Тут это вот такое некоторое журничество, хотя, возможно, это и добросовестное. Как пишет Макс, это то же самое, что сказать, что стоимость сукна определяется не количеством труда, затраченного на его производство, а количеством труда, затраченного на производство того серебра, на которое сукну обменивается. То есть, вот это получается вот такое вот. Ну, и здесь вторая сторона этой медали, вот второе, скажем, доказательство, возможно, или аргумент. На примере, приходит рабочий, устраивается на завод, ну, говорят, будет работать 8 часов в день, 40 часов в неделю, и положим тебе за каждый день 2000 рублей. И вот если это представляете, как вот делали до Маркса, да, экономисты, и затем вульгарные политэкономы, то получается, что, если предполагать, что зарплата это плата за труд, то если в данном примере рабочий получает 2000 за полностью, вот за этот труд, тогда устраняется вообще капиталистическое производство, потому что откуда-то появляется прибавочная стоимость у капиталистов? Ее нету. Если плата полностью заработает за труд, который он, так сказать, отдает в течение рабочего дня, нет возможности получить прибавочную стоимость. То есть, вот это отличие из поверхности экономических явлений, да, и сущность. То есть, получается, что стоимость рабочей силы, то есть, это сущность, а заработная плата, как цена, это форма проявления этой сущности. Ну, и да, и вот Маркс пишет, чтобы быть проданным на рынке в качестве товара, труд должен существовать для этой продажи, чтобы его продавать. Но если бы рабочий имел возможность дать своему труду самостоятельное существование, он и продавал бы созданный этим трудом товар, а не труд. То есть, здесь вот вся суть в том, что капиталист, как собственные средства производства, он покупает не труд рабочего, а он покупает его рабочую силу, то есть, способность трудиться. На 8 часов рабочий попадает в зависимости от капиталиста, и капиталист ему говорит, иди делай то, делай то, делай то, и так все 8 часов. Если рабочий не захочет делать, его уволят за неуполнение должностных обязанностей. Так что, а сколько он сделает за это время, это вот никакого отношения не имеет. И это вот тоже здесь не удержусь, чтобы сказать, что есть такое заблуждение, что с ростом производительности труда растет заработная плата. И капиталисты это широко используют, в частности, и у нас на работе там. Ты хочешь, чтобы у тебя была зарплата больше, ты производительность свою повышаешь. Но у нас производительность, конечно, в возвращенной форме, то есть, там, скажем, написание методики испытаний. Это и труд, и это методика испытаний, это не есть продукт материальный, да? Но, тем не менее, какая там производительность. Приводователь, там может по числу методичью быть и так далее. Вот, квазипроизводительность такая. Ну вот, на самом деле, никакого отношения к трудности страте повышения производительности не имеет. И мы читали у Маркса перед этим, там масса примеров, как в результате применения нового оборудования, трудом квалифицированных рабочих заменяется трудом женщин, детей и соответствующим, трудом неквалифицированных рабочих и соответствующим падением заработной платы. Так что новые машины, новое оборудование, они способствуют падению заработной платы, а не ее росту. По крайней мере, вот в плане сиюминутном. В долгосрочном плане эти машины, они способствуют снижению стоимости товаров, да? От этого стоимость рабочей силы снижается. Но капиталист, он тут же стоит на страже, стоимость снизилась, он тут же зарплаты понижает. Иван Михайлович, разрешите, короткий вопрос. Вот эта же тема сейчас, но только не станки оборудования, а на современности, касаемо даже преподавательской деятельности. Программы для обучения, которые являются международными. Модел, может быть, знакомый? Модел, да. Насколько это вот, в эту теорию можно ее... Ну, тут очень большой условностик, только еще раз, преподавательский труд, это вообще, как хоть Маркс описал, что при капитализме, так сказать, форму стоимости, скажем, даже там школьный учитель в пратной школе, скажем, он приносит прибавочную стоимость. Нет, приносит, прибыль. А? Нет, прибыль. Прибыль, прибыль, да. Прибыль, это я, говорится. Приносит прибыль. Вот, но и певица приносит прибыль, там, и кто угодно, и преподаватели. Но, тем не менее, это все-таки очень условно. А насчет роста производительности, а кто этот рост производительности? Вот, скажем, в университете сейчас Михаил Васильевич говорит, приходит на институционную форму обучения. То есть, вот он наговорил лекции, их записали, и теперь все. Преподаватель не нужен, пошел вон, а это самое. А теперь будут, тут бесконечная производительность. Он показывает теперь эти лекции до конца века. Я про это и спрашиваю. Вот, 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 вот. А, ну да, ну да, дистанционная эта система. Я до нее не должен в политике. Это было повышение интенсивности. То есть, мы себя хороним. Не интенсивность, не интенсивность. Это вот как раз, ну это извращенная, опять же, форма производительности труда. Почему? Потому что то, что вот вроде как сэкономили труд преподавателя, вот говорящая голова что-то там начитала, ее тебе будут тиражировать и показывать до бесконечности. Но на самом-то деле преподаватель, в этом-то суть, что преподаватель каждый семестр должен готовить новую лекцию. Вот кто Михаила Васильевича слушает там лекции по немецкой идеологии, скажем, он на протяжении года лет читает, это каждый раз совершенно разные лекции. Причем даже не всегда можно сказать, что более поздние это лучшие лекции. Они просто на разных местах акценты делаются. Преподаватель что-то там думает, он на что-то выделяет, о чем-то как-то. То есть, это вот совершенно нелепая форма. Но вот с точки зрения экономической, они надеются, что дадут эффект. То есть, к этому мудру ему доступ за деньги, там преподаватель начитал, так приняли там 100 студентов за деньги, он им в аудитории прочитал. А так приняли 10 тысяч студентов за очников, пусть даже за намного меньшие деньги. Они это посмотрели, им дали пароль, они посмотрели эти лекции, а здесь прибыль. То есть, если рассматривать учебные заведения, в том числе высшую школу, как источник извлечения прибыли, то, конечно, здесь вот это, но... На материальное производство, на производительство труда в МСВИМ-терапрозводство это никак не влияет. В смысле, потому что он же в товарном производстве. Да, в товарном производстве, что по-то запутаемся сейчас. Да. Языки запутаем. Вот, да. Значит, ну, а товарное, то есть, и получается, что результаты труда-то у работника намного больше стара, а зарплату-то больше он от этого не получил. Вот это вот надо понимать, когда будут говорить, что вот вы производительность труда свою увеличиваете, то есть, платят вам не за производительность труда. И даже мы потом дойдем до поштучной, как говорит Маркс, заработной платы или до сдерки, и там то же самое, там все равно заработная плата стягивается к стоимости рабочей силы. Вот это вот надо помнить. Что касается производительности труда, давайте еще раз помним. Значит, у Маркса примат производства. И производительность труда, понятие, характерирует выпуск. Да, конечно, конечно. Это не суверенно. То есть это касается материальных благ. Почему? Так. Поэтому, когда мы говорим о производительности труда, преподавателя, врача и т.д., мы должны брать это понятие в кавычки. Кавычки. Конечно. А что касается программы, ну, очень просто, скажем, вот сидит капиталист, у него сейчас есть бухгалтеры всякие, расчетчики, нормативщики и так далее. Они все это в кучу соберут, прислали там новые программы, в кучу прочее, да, посмотрят, какой выпуск продукции обеспечен, одну поделят на другое, посмотрят. Если снизилось, значит, это вот повысилось производительность труда. А если, например, повысилось, значит, производительность труда понизилась. Это уже очень конкретный вопрос, который решается вот непосредственно на конкретном месте. Понял. Значит, нотария Март пишет, что не поможет также попытка вывести обмен большего количества труда на меньшее из различия формы, из того, что в одном случае имеется веществленный, а в другом – живой труд. Это тем более нелепо, что стоимость товара определяется не количеством труда, действительно веществленного в нем, а количеством необходимого для его производства живого труда. Ну вот и далее он приводит пример, что если товар представляет шесть рабочих часов, а если сделано изобретение, благодаря которому его можно привезти в течение трех часов, то и стоимость этого уже произведенного товара понизится на половину. То есть это со временем отразится на его ценах, и это отразится в меньшую сторону на стоимости рабочей силы. А раз рабочий может прожить при, как сказать, то есть рабочий сможет прожить при меньшей зарплате, а раз он сможет прожить при меньшей зарплате, зарплату у него если не ведет кассовой борьбой, уменьшит. Вот это опять же в организации, где я работаю, очень четко видно. Человек выходит на пенсии, а у него теперь пенсия, была зарплата 35, а тогда 25. Все, нравится, иди, пенсионеры нам не нужны. То есть это вот и Маркс описывает то же самое, что как только рабочий заведет себе участок, где он может как-то тоже прокормиться капиталист, а у него теперь участок есть, ну, зарплату его. То есть вот это вот снижение стоимости рабочей силы в связи с ростом производительности труда, оно не ведет к изобилию странных капитала. Это была интересная довольно статья у нас, может, какое-то время тому назад, что вот в Англии сейчас рабочие питаются ничуть не лучше, чем, скажем, в начале 20 века. То есть вы все бросите производительности труда, но, конечно, там в число необходимых предметов там у рабочего появились там телевизор, городильник, стиральная машина, там автомобиль может даже. Вот это стоимость рабочей силы, она учитывает эти параметры. А по питанию оно не лучше, чем старое. Так, фактически на товарном рынке в родительстве денег противостоит непосредственно не труд, а рабочий. Товар, продаваемый последним, есть его рабочая сила. Когда его труд действительно начинается, рабочего, он перестает принадлежать рабочему, и, следовательно, не может быть им продан. Вот это вот очень существенно. Но труд вы не продаете, труд вы отдаете за беспратное. А продаете вы рабочую силу. То есть вы продались на 8 часов, вас могут и так, и сяга, по-другому, и в хвост, и в гриву. А труд вам не принадлежит в течение этих 8 часов. Вышли за ворота, пожалуйста, вон идите, вырастите у себя на огороде картошку и продавайте. Это вот вы труб свой будете продавать. А здесь ваш труд вам не принадлежит. Сколько вы там чего сделаете, это никого не интересует, это все не ваше, а это вот хозяина. И покупайте товары, в которых ваш труд уже включен. Конечно. Ну, это соединяется с этим самим производством. И в процессе... Часть труда возвращается. Возвращается. Необходимый труд. Да, да, да. Возвращается в виде заработки. Приворочный. Да, и по поводу вот этих всех вещей, да, тут вот Маркс в этой границе, подальше он хорошо отмечается. Что в период рабовладения весь труд раба выглядит, как принадлежащий рабовладельцу. Хотя это не так. У раба тоже есть необходимый труд, который он тратит на себя. Ему уже рабовладелец дает там еду, одежду, кровь и так далее. При феодализме это все очень четко разделяется. Вот крестьянин работает на себя, пользуется продами своего труда. А вот крестьянин работает на барщине, на помещика. И там он чисто работает на помещика. То есть вот это самый честный строй феодализма. Там все видно. Тут ты работаешь на себя, тут ты работаешь на помещика. А при капитализме имеется такая видимость, что рабочий все время работает на себя. Хотя на самом деле здесь опять же есть труд необходимый, труд прибавочный. И Маркс ранее, он даже отмечал в одном месте, что далеко не обязательно. Это необходимое время у рабочего, оно даже необязательно намного больше, чем было у раба в древнем времени, скажем. Может даже и меньше. То есть вот тут вот такие вот вещи имеют место быть. Труд есть субстанция и монетная мера стоимости, но сам он не имеет стоимости. То есть у труда стоимости нет. Поэтому нельзя труд продавать. Продавать можно картошку, которую мы своим трудом вырастили. Картошка это что у нас? Обеществленный труд. Вот он. Стоимость картошки обеществленный труд. Не то, что говорят. Величина стоимости картошки это. А там интересный, Ван Михаилович, был по поводу природы. То, что средства производства с природой это растет. Ну, то, что труд на обработку, а производит все-таки природа картошка. Ну, она, природа производит бесплатно, поэтому она здесь нигде не учитывается. А средства-то нужны. Рабата нужна. Выдохнуть и доставить на рынок. Да. Тоже труд. Да, да, да. Вот выражение стоимости труда, понятие стоимости не только совершенно исчезает, но и превращается в свою противоположность. Это такое же мумое выражение. Вот как, например, стоимость земли. Ну, не обработанной земли. Правильно, Маркс. Вот. Но такие мимые выражения возникают у самих производственных отношений. Это категории для форм проявления существенных отношений. Что вещи в своем проявлении могут часто престрадаться в извращенном виде, признана во всех науках за исключением политической экономии. То есть, вот здесь экономия, она так и интересна. Крассическая политическая экономия безо всякой критики позаимствовала в обыденной жизни категорию цена труда. И даже перенесла ее в наш трудовой кодекс. Александр, как в этом, в твоем кодексе определяется заработная оплата? Скажите. Нет, не буду брать. Вознаграждение за труд. Да, так точно. Чтобы поставить, затем вопрос, чем определяется эта цена? И классическая политэкономия быстро убедилась, что изменение отношений между спросом и предложением ничего не может объяснить в цене труда, как и в цене всякого другого товара, кроме ее изменения. То есть, колебания рыночных цен ниже или выше определенной величины. Ну вот дальше вот Маркс, возвращаясь к вопросу, ну что такое издержки производства рабочего? То есть, издержки затрачиваемые на то, чтобы произвести или воспроизвести самого рабочего. А вот здесь вот мы подходим к стоимости рабочей силы. Но надо сказать, что Маркс, здесь, так сказать, как говорится, наука это в самом себе круговорот, где результат есть, развитое начало, начало не развитый результат. Поэтому здесь немножечко так петлеобразно Маркс сходит. Перед этим мы уже на занятиях разбирали, что рабочая сила имеет свою стоимость, и что она зависит от тех средств жизненных, потребляемых рабочим и членами его семьи. И что если рабочий красный ведет борьбу, то это тут семья здесь вообще отлетает, потому что отдельному капиталисту нет резона заботиться о воспроизводстве рабочей силы в масштабах страны. Его интересует конкретной работой, рабочий отработал и пошел вон. И даже для этого конкретного рабочего, рабочая сила определяется самыми примитивными средствами пропитания, без которых рабочий просто умрет. Это опять же видно на примере нашей организации. У нас внедрили передовой щелковский метод экономии заработной платы, такое, что людей выводят в простой по вине работодателя за две трети среднего заработка. Ну, в простой, вот, например, герасимов выведет в простой, он пальцем на пальцем будет сидеть, и вот так наградо всех смотрит начальников. Но у нас люди не такие. Людям пишут индивидуальный пранк, как будто они на работе все на месяц, там пишут то-то-то-то, и люди пыхтят, сопят, и очень добросовестно это все делают. Если учесть у нас вообще зарплаты, меньше 30 зарплат, особенно для человека, получающего пенсию, это нормально, но две трети-то, соответственно, еще сильно поменьше, там меньше 20 тысяч уже получается. Но он же в простое, он же вроде как бы ничего не делает, можно ниже прожиточного минимума и все что угодно дать. А они, мол, им дают задания, и они делают. Ну вот, это говорит о чем? И не умирают при этом. Значит, еще есть резервы. Что-то едят. Ну вот. Макарошки всегда одинаково стоят. Двигло доделось одночеловеку, бывшая. Ну да, да, моя бывшая. Но она тоже, как бы, там зависимость. То, что язык топ длинный, а так, по идее, тоже эти формулы им дают. Для расчета, а вот самое главное. Значит, а есть эти, я думаю, что на всяких, как сказать, методических мероприятиях у работодателей огромное число всякого рода вот таких тренингов, там коучи сидят, они, в отличие от нас, это в широкий доступ не выкрадывают, но прямо чувствуется, что вот по одним методичкам действуют, и там, в том числе, стоимость рабочей силы, она им доводится. И они знают, что там, ну, ниже, действительно, какого-то предера нельзя. Но вот этот предер, он может быть очень низко. Очень низко он может быть, и очень низко. Люди живут в Крашном городе, на 15 тысяч живут. На 5, на 7. Ну, это где-то, где за квартиру платить не надо. Нет, в Башкирии, там есть районы, регионы, где... Ну, это в частном сектаре, наверное, все-таки изглав. Нет, нет, за 7. санитарки работают на заводах, вот, убирают. Ну, а за квартиру-то не хватит, за квартиру... А, ну, там квартплата 2,5. А, ну, в середине России, там, да. Давайте, давайте вернемся, да. Вообще, честно говоря, мы все основное сказали. Ну, да. Идет разжевывание, как у Марса. А вот у Марса, вот у Марса надо дать... Вот у меня где-то полменинная заработная плата изделий. Нет, это мы... Это следующий раз. Давайте уже следующий раз. На следующий раз. Да. На следующий раз закончим, мы, по-честному, почему-то их, по-честному, по-честному, к сегодняшнему. А, ну, это... Вот, две графки прочитаем, и тоже... Ну, мы нынче здесь все-таки вот надо было вспомнить, что такое заработная плата, потому что заработная плата здесь масса заблуждений, и даже вот в комментариях к нашим роликам на Ютубе, там видно, что народ не очень понимает. И вот этот вот факт, что заработная плата не зависит от выработки, что то, что мы производим, это ни в коей мере нам не принадлежит, и ни в коей мере на нашей заработной плате не отражается. Тут какие-то такие представления, а вот на золотых приисках народ по многу получает. И ездят зарабатывать на золотые прииски. Но это не потому, что золото дорогое, а потому что это золото лежит черти где в тайге. Там это стоимость рабочей силы, там должны быть здоровые, крепкие мужики, которым надо много есть. Которые, ну и так далее, их надо туда привезти, отвезти. А это много всяких нюансов, которые позволяют говорить о том, что... У нас, конечно, золото, я уже встречался, но не золото, не золото, но вот всякого рода вахтовики, которые вот богатство вроде бы, уж никак нельзя сказать. Если нам прямо бывает, что вы не профильный актив в корпорации, ваша наука никому не нужна. Или в политехе здесь, этот русской, говорит, что эти недодоценты, недодо профессора, они никому не нужны, их всех гнать. Даже там, где вроде как вот самые богатства страны достаются, на вахтах, вот народ пишет, там то же самое и зарплата зачастую очень низкая. Ну и... Короче, стоимость рабочей силы, она и есть стоимость рабочей силы. И от того, что ты там делаешь, от твоего труда, это не зависит. Твой труд еще раз тебе не принадлежит, когда ты работаешь на хозяина. А принадлежит тебе твоя рабочая сила, ты можешь ее забрать с собой и уволиться. Или можешь поднимать стоимость этой рабочей силы путем борьбы. Труд остается в товаре, а товар принадлежит капиталисту. Да, конечно. Вы свой труд, как сказать, обеществляете товар, это есть упрощение вашего труда. Ну да, и вот когда еще пишут в трудовые договорах какую-то определенную заработную плату, 20-25 тысяч, не обязательно же на это соглашаться. То есть вы продаете свою рабочую силу и можете ее продавать намного больше. Нет, это самое. Конечно, у вас никто не страдает соглашаться. Но вас уж и вы пришли, и согласно работать на 25 тысяч куда-то устраиваться, значит, вам, наверное, есть нечего. Тут надо так, тут надо устроиться на эти 25 тысяч, а потом же, да. Мне, кстати, тоже, мне вот говорили, неоднократно гроза короля на работе, что ты же подписала договор, это когда поступала на работу, а что же ты теперь больше требуешь, чем ты тут подписала договор? Вот таких людей надо отсырать куда подальше. А, задание на следующее. Значит, игровая 18-я – это временная охвата, игровая 19-я – пошкучная охвата. Вот, две игровые нам надо прочитать. А человек, когда он находится, вот как вы говорите, в условиях, когда он начинает борьбу за лучшую зарплату, он продолжает условно на рынке труда находиться еще? Нет, он уже работает. Он уже продал свою. Он уже продал сюда, продал. Это у Марса там хорошо, когда капиталист ведет рабочего на работу, капиталист весь сияет, о работе ведет за ним по нуру, он чувствует, что его все-таки будут. То есть работа, рынок, он выключается вот этой борьбой, да, получается, профсоюзной? И как он, значит, рынок выключается? Ну, я имею в виду коллективом трудовым, он клиентик, который не рынок. Нет, не рынок. Выбивается, зажим, повышается стоимость рабочей силы, и люди выбивают себе достойные условия существования. Но таким образом на рынок все-таки они влияют. Ну, конечно, они влияют. Конечно, да. Если никто не ведет борьбу, так тогда и считается, что там 16 тысяч – это нормальная запрата. А если люди ведут борьбу, то тогда это… Он говорит строго научно, но своей борьбой повышает уровень заработной платы до стоимости рабочей силы. Выбежает до стоимости рабочей силы, да. Пока что до стоимости очень мало, кому удалось поднять. И вот здесь вот тоже, здесь нельзя так сказать, прошу прощения, все-таки вот под конец еще, что обывательское представление, мелкобуржуазное такое, когда обыватель видит, что кто-то бастует, он говорит, они рвачи, они после их забастовок поднимутся цены, то и все, и будет хуже. Они за счет других урывают. Нет. Те, кто бастуют, они урывают у капиталистов, и они косвенно урывают в пользу всех работников. Потому что у них зарплата поднялась, а теперь уже капиталистам на их вот этих мероприятиях, тренингах будут говорить, что да, вот надо все-таки платить в этом регионе вот такую зарплату, с учетом того, что вывели себе вот эти работы, чтобы больше забастовок не было. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok